Что делать начинающему бойцу Муай-Тай против мастера Винчун с сотнями учеников? Привет, острозубые орлы! С вами проект Муай-Тай Сикея и я, Варченко Виталий. А в этом видео вы увидите ответы на эти вселенские вопросы. Возможно, многие из вас уже видели это видео, но что произошло на самом деле, мало кто знает. А дело было так. Молодой мастер кунг-фу с косичкой, как в лучших фильмах «Страны восходящего солнца», прозанимался 10 лет секретным стилем однорукой цапли. И вот, стоя на одной ноге в своей ванной, пребывая в безмолвной медитации, он понял истину и решил захватить все школы единоборств. А начать он решил с зала бокса в ближайшем от дома подвальчике. Придя туда, он по старой традиции всех китайских школ вызвал на бой тренера. Маленького, старенького, толстенького дедушку. Да вот что-то пошло не так, и захват мирового господства над единоборствами не удался. Продолжение следует... В этом видео афроамериканский мастер кунг-фу, стиля бешеной собаки, плывущей в поисках истины, решил обкатать свое мастерство в спарринге с молодым боксером. Он рассчитывал, что его молниеносные атаки, за которыми на тренировках не поспевала даже его тень, просто сметут этого недоделанного профессионального боксера. Но беда в том, что именно этот боксер не видел его тренировок и не знал, насколько он крут. Поэтому после того, как он понял намерение великого сенсея его уничтожить, решил сам уничтожить ментальное тело бешеной собаки. Ну и начинать в таких делах всегда нужно с челюсти, по физическому телу. Субтитры создавал DimaTorzok Этот бой прошел под громкими афишами Вин Чун против Муай Тай. Сотни учеников великого мастера кунг-фу Вин Чун скупили все билеты на этот бой, чтобы посмотреть, как он уделает жалкого молокососа в тайских шортах, ну и заодно дать ему заработать с откатов на билетах. Несмотря на то, что сенсей Кулака Смерти был на 12 килограмм тяжелее и на 3 года старше своего дрыщавого и неопытного оппонента, что-то пошло не так. Первые смертельные атаки с набеганиями ста удара в руками, от которых все ученики разлетались по залу, ничего не принесли. Таец просто отходил в сторону, а потом больно бил прямыми в голову и добавлял мидлкик по корпусу. Хотя на тренировках у мастера это строго запрещено. Никакому жалкому насекомому не разрешено прикасаться к мастеру, когда он бьет или показывает секретные приемы. В общем мастеру это надоело и он использовал технику таракана. После первого попадания ногой в голову притворился мертвым. Субтитры подогнал «Симон» А этот страшный бой вы увидите по чистой случайности, так как всю информацию о таких боях уничтожают монахи Шаолинь, ментально стирая всю информацию из вселенского поля информации. Великий мастер стиля кривого крыла дикого гуся пришел в зал единоборств и сказал, что 40 лет практикует свое кунг-фу и готов наказать любого, чтобы доказать свою силу, а когда все в этом убедятся и склонят свои головы перед учителем, он возьмет их в ученики. Вызов принял довольно молодой и неумелый боец, явно новичок с парой месяцев тренировок, но и его плюшек хватило, чтобы мастер поперхнулся своими словами. А таких бойцов я называю боди-кунг-фуистами. Это тигры, которые, занимаясь бодибилдингом, бьют мешок, который пылится в углу зала между подходами на бицепс, или трицепс, или грудные, или дельты, в общем, между железом. После этих ударов и налитых кровавой массой мышц, они чувствуют себя реальными бойцами, готовыми сносить горы и выносить тела всех, кто рискнет встать против них. Но наш герой настолько уверовал в свое боди-кунг-фу, что пришел на кастинг бойцовского шоу, где нужно было пройти смотрины, в качестве которых был бой с реальным бойцом ММА. В общем, на шоу кунг-фу мэна не взяли, но в тренажерке у него теперь авторитет неруши ему, и к мешку его пропускают без очереди. В этом бою сошлись профессиональный боец ММА Гонзалес в белых шортах и интернет-мастер диванного кунг-фу в шлеме. Непобедимый воин прогнутого дивана в комментариях доставал Гонзалеса и рассказывал, что будучи мастером и проведя годы тренировок с секретными стилями боевых искусств, такими как кривая лапа питона и острый зуб улитки, он просто размажет его по полу, а тело принесет в жертву великому одноглазому орлу, который его обучал. Но при этом все равно одел шлем на спарринг, хотя мастера кунг-фу обычно используют камень вместо шлема. Но к его большому сожалению боец ММА как-то не впечатлился такими словами и просто боксировал. Потихоньку, спокойно, пробивая и уничтожая мастера грязного языка. Какой из мастеров вам понравился больше всего? Пишите в комментах. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, делитесь видео с друзьями. Пускай увидят настоящих воинов, а не всяких боксеров по телевизору. А если вы хотите научиться драться или усилить свои тренировки, забирайте бесплатные видеокурсы в описании под видео. Также подписывайтесь на мой второй канал с серьезным контентом. Обзоры боев, бойцов, поединки между стилями, разборы техники. Ссылка в описании. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!